Воскресенье Воскресенье Все. Просто для ярмарок я вяжу шапки. Когда у меня родилась дочка, мне захотелось чем-то разнообразить ее жизнь. И я сначала начала вязать для нее, потом для друзей, потом, естественно, меня кто-то попросил чужое это сделать. И вот так вот я пришла к тому, что это вот продаю на ярмарках. Если человек не может вязать, он может эту шапку вязать неделю, может быть две. Я вяжу где-то часа четыре шапку. А можно я померю вот такую шапку? Да, вот я, признаюсь честно, хожу пять лет в одной и той же шапке. Ну вот сейчас мы... Оп! Как вам? Вау! Слушайте, ну она прям достойная, очень достойная. Вот такие замечательные шапки у нас продаются. Сколько у вас сегодня в коллекции вообще шапок вы привезли? Приблизительно хотя бы. 200 шапок! Все, спасибо вам огромное. Классная шапка. Иван Широков, Нижний Новгород, занимаюсь музыкальной керамикой. Ну, историки мне сказали, что это после кости второй, значит, инструмент из глины, именно из глины. То есть есть инструмент у меня для фольклорников, пожалуйста, кто... Ну, то есть где гармошки, балалачки, то есть все идет, тоже идет. И глина, она чем хороша, в отличие от дерева, дерево-то оно рассыхается, иногда расщепляется, а глина, наоборот, выветривается, и она подстраивается как бы под человек. И как вы на ней больше работаете, работаете, да, инструмент будет звучать. Чище, 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 то есть и нотки там будут уже получше, то есть вот, то есть они подстраиваются. То есть легко играть, то есть? Ну да, легко, но лучше бы я этого не делал. Как красиво и мелодично звучит глиняная свистунка у мастера, так же нелепо и смешно у меня, человека на ухе, у которого хорошенько потоптался медведь. Ну, я понял, тут надо учиться. Городецкая пасхальная ярмарка объединила ремесленников, кустарей, фольклористов, всех тех, кто не просто любит, а возрождает и сохраняет наши традиции. И эти товары отнюдь не музейные образцы, это практичные, применимые современной жизни вещи родом из глубокой древности. Уникальная глиняная посуда, это черно-лощеная керамика, глиняная посуда. Обжигается, обжиг идет в молоке, то есть заменяется глазурь. Делается на гончарном круге, делается вот обруч и наносится орнамент, окунается в молоко, обжигает. Это еще глиняная посуда, удобно тем, что ее можно ставить в печь, в угли, в раскаленную. В этом году на ярмарке разместили сразу четыре небольшие палатки, где батюшка мог ответить на любые вопросы, подготовить человека к исповеди, подсказать, наставить, помочь. Для многих посетителей ярмарки такая легкая духовная беседа со священником стала первым шагом на пути к церкви. Ярмарка, та праздничная обстановка, которая нас с вами окружает, соответствующая событию, торжества воскресения Господа, нашей Государственной Христа, это, наверное, и есть та необходимая и нужная обстановка, которая так требовательно бывает, требуемая подчас. От людей, которые стремятся найти ответы на свои вопросы, найти их у Господа, найти их в церкви, Но иногда некоторый барьер собственного стеснения, собственного смущения, боязни быть непонятым, он людей останавливает. А та праздничная обстановка, в которой мы с вами сегодня находимся, она как раз именно правильным, лучшим образом людей располагала. Приходя, смотря, видя, участвуя, прихожане, участники этого торжества, они как раз именно чувствовали и правильным, должным образом воспринимали ту открытость к живому диалогу, которую церковь стремится сегодня дать. Здесь есть свой батюшка, который прячется за ширмой. Батюшка, немножко провокационный вопрос, а вот вы вот здесь сеяли слева от этой рыбки копченой, это специально вы выбрали такое место? Да, как и апостолы, которые были рыбаками, да, мы, они здесь на еду, а мы ловим людей. Господь дал человеку великую силу, силу созидания. В городце убеждены, опыт, накопленный нашим народом за время своего существования в сфере творчества, ремесленного искусства, сельского хозяйства, просто обязан быть сохранен и передан другим поколениям. Именно поэтому в рамках пасхальной ярмарки на территории монастыря открылись мастер-классы для детей на любой вкус. Любишь лепить? Вот тебе гончарный круг. Не вытащишь из песочницы? А ну-ка создай рисунок из песка на специальном столе. Разрисовал дома фломастерами все обои? Держи кисти краски и оформи пасхальную писанку. Сегодня мы с детьми расписываем яйца, расписываем тарелки. Учитывая возраст детей и их способности, если они уже сталкивались с работой росписи яйца, они расписывают яйцо. Есть у нас маленькие гости, 2-3 года. Мы им предлагаем тарелочки просто порасписывать. Работают с большим удовольствием, получается интересная работа. Маленьким, кто расписывает тарелочки, учитывая то, что они на данный момент умеют рисовать только листочки, цветочки, солнышки, грибочки, они рисуют то, что им доступно. Дети постарше, которые расписывают яйца, мы предлагаем, естественно, тематику «Престового воскресенья». Я хожу в художественную школу, занимаюсь там уже 2 года. Мы там изучаем эту роспись. А что это за роспись? Городецкая. В ней изображают люди свой быт, как они живут, как они радуются. Здесь также изображают животных, различных растения. Пасхальная ярмарка в городце – это уникальное явление в нашей динамичной современной жизни. Эта площадка, кажется, сумела соединить в себе прошлое, настоящее и будущее. Живое человеческое общение и духовность, традиции и уклад народной жизни. Ярмарка собрала нас на одном пространстве, вырвав из серых будней. Все ярмарки, которые когда-либо были в России и на Руси, они были связаны с великими событиями. События имели для народа очень большое значение. По событиям отмерялся годовой круг. И вся жизнь, вся творческая жизнь, брачная жизнь, семейная, родовая жизнь, она умещалась в эти события круга города. Поэтому мы не просто проводим ярмарку, мы не проводим хороводы какие-то. Мы прославляем Творца. Если вам не хватает живого общения, доброты и позитива, если вы не боитесь запачкать руки в глине и получить подушкой по голове, если вы не знаете, что такое сбитень и ботвинья, накопились вопросы священнику, решили прикупить себе жалейку, веселую вязаную шапочку или замысловатую плетеную корзинку, а душа просит настоящего праздника, ставьте напоминалку на следующий год. Обязательно встретить Пасху в Городецком Федоровском монастыре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова